Рады вас, дорогие зрители, вновь приветствовать на телеканале Прайм ТВ. Сегодняшнюю нашу передачу мы посвятим ситуации в Центральной Азии, как ее в советское время называли, Средняя Азия, хотя термин «Центральная Азия» более точно выражает и географию, и особенности этого региона, потому что, когда мы говорим «Центральная Азия», мы подразумеваем не только те независимые республики, которые находятся по ту сторону Каспия для нас, это и Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, но и приграничные с ними страны, Афганистан, Пакистан, часть Китая, Индии, а также Ирана, которые в общем Пакистана формируют понимание Центральной Азии. Особый интерес к этому региону вновь возник в связи с тем, что в течение недавнего времени американские военные силы, вооруженные силы, натовские силы покидают Афганистан довольно спешно, как многим кажется, хотя это планировалось и об этом еще в период администрации Трампа говорилось, но реализовывать начал уже Байден. И возможно то, что стало неожиданностью для прессы, для более широких кругов населения и общественности, не было неожиданностью для тех стран, для большинства стран, которые имеют свои интересы в этом регионе. Речь идет в первую очередь, естественно, надо отметить о Китае, который стал одним из мировых лидеров. И для Китая жизненно важно было иметь нормальные отношения со всеми политическими силами, которые присутствовали в Афганистане. Тем более после того, как в течение последних 20 лет там находились американские военные и рост напряженности в самом Афганистане, анархия, беспорядок, он не соответствовал интересам Китая. Как это ни странно, именно после прихода американцев в Афганистан под видом якобы борьбы в том числе с наркотрафиком, с производством наркотиков, однако, как ни странно, именно при американцах в разы на порядке возросло производство и экспорт наркотиков из Афганистана. Это стало чуть ли не основной статьей доходов для нынешних властей Афганистана, которые являются ставленниками американской стороны. Мы знаем, что до прихода американцев талибан, талибы управляли, практически управляли большей частью Афганистана. И после прихода американских войск талибы вынуждены были потесниться и начали долгую войну за то, чтобы вернуть свое влияние в Афганистане, в регионе. И уже с тех времен практически одной из единственных стран, которая сотрудничала напрямую с талибами, не признавала их террористической организацией, была Китайская Народная Республика. То есть руководство Китая всегда шло на контакты, предлагало очень интересные и реализовывало экономические проекты с талибами. Потому что Китай понимал, что рано или поздно уйдут американцы, и необходимо иметь хорошие связи с теми, кто действительно реально имеет политический вес в Афганистане. А таковыми хотят кто-то или не хотят являются талибы. И организация движения «Талибан». К тому, что будет осуществлен выход американских войск, готовился не только Китай, к этому готовилась Турция. То есть несмотря на то, что все эти годы острие турецкой политики было направлено на Ближний Восток, и связано это было с тем, что после 2011 года начались арабские весны, инициированы опять-таки рядом с западным держав с целью переформатировать Ближний Восток и Северную Африку, Магриб. И, естественно, Турция не могла остаться в стороне, потому что это переформатирование несло прямую угрозу национальным интересам Турции. В итоге это обернулось максимальной активизацией Турции в регионе. В течение последних лет мы знаем, что Турция весьма эффективно решила ряд вопросов в приграничных регионах Ирака, Сирии и других странах, что позволило Турции укрепиться на Ближнем Востоке, скажем так, укрепить свои тылы южные. И затем взор Турции был обращен на Южный Кавказ. Очень плотное взаимодействие союзническое между Турцией и Азербайджаном позволили в прошлом году, осенью прошлого года, решить Карабахский конфликт, победу азербайджанской армии и роль вклад турецкой дипломатической, военно-политической машины в это всем известен. И буквально недавно я мониторил различные аналитические выкладки, мнения экспертов, в основном российских, потому что мы общаемся в основном с русскоязычной публикой. И складывалось такое впечатление, что большинство российского экспертного сообщества, при этом это разных политических взглядов люди, эксперты, которые поддерживают Кремль, которые оппонируют ему. Но их всех как-то связывала одна общая нить. Ее можно выразить так, что те процессы, которые осуществляет Турция на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе, они идут в тандеме и при тактическом союзе вместе с Великобританией. То есть вот этот временный союз Великобритании и Турции позволяет эффективно отстаивать интересы этих государств в различных регионах Евразии. И значительная часть экспертного сообщества России утверждает, что Турция перегрелась, то есть она берет на себя проект, который ей не по силам довести до конца, и на Ближнем Востоке, и на Южном Кавказе. При этом отмечалось, что особого смысла для Турции удерживаться на Южном Кавказе не будет, потому что Прикаспийский, Закаспийский регион и Центральная Азия для Турции в политическом плане труднодоступны. На тот период, мы знаем, даже в том же Кыргызстане у власти были силы гюленовские, то есть сторонники Фетуллаха Гюлена. Это значительно осложняло для Турции продвижение своей повестки в регионе Центральной Азии. И вот экспертное сообщество российское утверждало, что без контроля над Центральной Азией ни Турции, ни Великобритании удастся нормально удержаться, не то что при Каспийском регионе, но даже и на Кавказе. Что, мол, Великобритания тоже не имеет своего четкого проекта, собирается везде осуществлять хаос. Ну, возможно, так оно и есть, что Великобритания торопится с этим, чтобы найти свое достойное место в новом формирующемся миропорядке. Потому что сегодня мир оказался в той же приблизительной ситуации, в какой был приблизительно 300-350 лет назад, когда формировалась современная международная повестка, в которой мы живем. Это и договоренности Вестфальского мира 1648 года, которые определили проекты национальных государств. То есть то, что сегодня для нас привычно, оно формировалось именно в конце 17-го и 18-го веках. Сейчас мы находимся на новом витке, когда судьба, а точнее трансформация национальных проектов в какую-то иную плоскость, о которой надо отдельно говорить. Но однозначно видно, что национальные проекты идут на союз или на уступку религиозным доктринам, которые были максимально сильны 300-350 лет назад. То есть то, что произошло после Вестфальского договора, когда религиозная составляющая политики стала ослабевать, сперва в Европе, это Франция, Великобритания, а потом постепенно это распространилось на Россию и далеко на Восток. Этот процесс поступательный шел в течение двух веков. И последним веком локомотивом этого проекта были США, скажем так, того, что мы подразумеваем под демократией, свободу слова, то есть это те политические лозунги, под которыми продвигались интересы определенных стран и политических кругов на Западе. Но сейчас это уже перестало эффективно работать, поэтому идет поиск другого формата. И Великобритания является одним из государств, которое хочет взять реванш за свое поражение и потерю колоний, как по итогам Первой, так и Второй мировой войны. Османское наследие Турции тоже актуально сейчас. То есть турки тоже считают, что наступил момент, когда они могут взять под контроль и стать во главе проектов, которые оборвались в начале 20 века. И естественно, есть еще целый ряд стран, которые поддерживают вот этот подобный Британа, Турецкий альянс. Что касается Центральной Азии, то то, как американские войска стали покидать Афганистан, напрямую повлияло на изменение резкой ситуации и усиление, в том числе, Турции в регионе Центральной Азии и, в первую очередь, Афганистана. Мы знаем, что значительная часть полномочий от США в Афганистане перешло турецкой армии, турецкой политической машине, в том числе и управление, контроль за Кабульским, стратегически важным аэропортом. Ситуация поменялась в Кыргызстане, где ушли сторонники Гюлена с власти. Узбекистан стал таким же союзником для Турции в Центральной Азии, каковым является Азербайджан на Южном Кавказе для Турции. И Узбекистан очень близкое нам государство, во многом исторически, культурно, поэтому подобный турецко-узбекский тандем внушает нам доверие, уверенность, что ситуация как вокруг Афганистана, так и вокруг всего этого региона, а также диалог с талибами, не позволит быть каким-то очень серьезным эксцессом, хотя, конечно, избежать, к сожалению, крови не удастся. Другим серьезным игроком является Пакистан, который фактически является одним из создателей, если не считать Великобританию, движения талибан, и Пакистан всегда имел серьезное влияние на руководство талибов. То есть, значит, получается приблизительно такой расклад, что изменение ситуации в Афганистане и усиление талибов не стало сюрпризом для Китая, они к этому подготовились, не стало сюрпризом для Турции, которая молниеносно все правильно рассчитав, заняла необходимые позиции, скажем так, в регионе Центральной Азии, в Афганистане. В свое время нас реагировал Узбекистан, который имеет очень серьезное влияние в этом регионе, историческое влияние, культурное, и, естественно, Пакистан, на который много что завязано в Афганистане и вообще в этом регионе. Не подготовленными к новому изменению, раскладу ситуации оказалась Индия, которая сейчас лихорадочно ищет возможность как-то сохранить свои позиции, потому что мы знаем, что Пакистан и китайское сотрудничество, одной из его целей является упредить Индию, не дать реализовать Индии не то, что часть проектов, не дать Индии помешать проектам Китая, проектам Пакистана, а мы знаем, как серьезно напряжены Пакистан и индийские отношения все эти 70 лет. Поэтому Индия оказалась не готова к новому раскладу. Как это ни странно, Россия тоже сейчас не совсем готова к тому, что произошло, поэтому недавно был визит руководства Талибан в Москву, хотя мы знаем, что Талибан считается в России террористической и запрещенной организацией, но новые реалии, конечно, вынуждают учитывать тех, кто силен и тех, кто контролирует Афганистан. Тем более, что Талибы и очень популярны не только в Афганистане, но и в соседних странах. Поэтому Индия, Россия, они, наверное, будут искать формат сотрудничества, взаимодействия в новых реалиях в этом регионе Центральной Азии. А некий такой, скажем, альянс, я бы даже назвал альянс Великобритании, Турции, Пакистана и Узбекистана и плюс Китая, позволит этим государствам, наверное, играть основную роль в формирующейся новой геополитических реалиях в регионе Центральной Азии и в Афганистане. Наверное, надо несколько слов сказать о том, каковы интересы или каковы взгляды могут быть Азербайджана на то, что происходит в Центральной Азии и в Афганистане. Отметим, что в Средние века многочисленные династии, правящие на территории современного Афганистана, Пакистана, Северной Индии, Бангладеша, были выходцами с исторического Азербайджана, выходцами с Шервана, Шамахи и даже Карабаха. И традиции, преемственность тех династий, которые вышли отсюда и правили вот этими огромными и очень непростыми регионами, позволяет нам говорить о том, что и в Пакистане, и в Афганистане очень тепло относятся к Азербайджану, к азербайджанскому народу. Они помнят наш вклад в политическое управление этими регионами, тот вклад, который мы внесли в их культуру, мировоззрение. И эти связи до сих пор сохранены. И я считаю, что надо, следует Азербайджану оценить возможности взаимодействия в новых реалиях в регионе Центральной Азии. Мы максимально комплементарные, братские, близкие с Узбекистаном, который, как я отметил, играет далеко не последнюю роль в регионе. И взаимодействие, участие Азербайджана в различных проектах в Центральной Азии, тем более часть транзитных маршрутов уже идет к нам из Китая и Центральной Азии. И будут реализованы новые транзитные логистические маршруты, которые в перспективе пройдут через открывающийся еще у нас в регионе Жангизурский коридор. Все это говорит о том, что огромный интерес есть взаимный. То есть не только у Азербайджана интерес к региону Центральной Азии и Афганистана, но и стран этого региона Центральной Азии, Афганистан, Пакистан, Китай особенно, имеют большие виды, серьезные интересы и очень плотно у нас сотрудничество с тем же Пакистаном и с Узбекистаном. Поэтому в новых реалиях Афганистана, я думаю, в ближайшее время азербайджанская сторона тоже, наверное, определит свои интересы, будут, наверное, взаимные визиты и все это пойдет на пользу, на укрепление как двухсторонних афгано-азербайджанских отношений. Плюс, как я отметил, очень серьезное совместное историческое прошлое, оно позитивно повлияет на это. Нам нужно делать на это упор, изучать нашу историю. Допустим, мы в последнее время делаем цикл статей и даже перевели одну из книг 18 века, которая говорит о вкладе династий правящих тюркских из Азербайджана в такие современные, ну тогда этих стран не было, в развитии таких регионов, как Центральная Азия, это и современный Афганистан, Пакистан, Север Индии. Это еще малая исследованная тема, которая не популярна, потому что она никому не нужна, а она нужна нам. Я понимаю, что она не нужна ни британцам, ни российской стороне, никому, а она нужна нам, чтобы понять свою роль, свой вклад исторический в регион Центральной Азии, в Афганистан и понять, какие у нас перспективы на этом фоне. Поэтому, опять-таки, я считаю очень важным готовить специалистов или же обратиться к тем, кто владеет темой, кто знает хорошо историю и регион Центральной Азии, из соседней регионы, попытаться сгруппировать, суммировать те архивные материалы, данные, рукописи, которые у нас есть и некую, скажем так, методичку иметь, в том числе для специалистов, чтобы понимать, как можно в перспективе и с кем можно взаимодействовать в таком непростом регионе, как Центральная Азия и, пожалуй, в такой самой непростой стране, как Афганистан, контроль над которой является архиважным для того региона. И, я думаю, позитивность Азербайджана-афганских отношений, она только и только пойдет на пользу, в том числе и для Азербайджана.